И здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Андрюха Рейс, и добро пожаловать на шестой этап нашего ченнджа из грязи князи в Монако. Монте-Карло у нас 23 градуса и солнышко, дождя, я надеюсь, не ожидается, потому что если будет дождь, будет не очень-то приятно, потому что настройки для сухой трассы. Трасса длиной 3337 метров, имеет 19 поворотов, одну зону ДРС, но, несмотря на то, что она короткая, на то, что как бы и поворотов, ну, не Сингапур это, но все равно это самая сложная трасса. Ну, может быть, Сингапур и Азербайджан для меня лично будут посложнее, но Монако всегда не очень-то и приятно ехать. Во, личном счете мы пока что переживаем Себентьяна Феттеля на 3 очка, а на пол-позицию у нас стоит Мерседес, Мерседес Вальтери Боттеса, потому что я на последней позиции, и в купе конструкторов также мы пока что лидируем над Феррари. А по полной стартовой решетке, как я и говорил, на пол-позицию у нас расположился Вальтери Боттес. Дальше у нас Себастьян Феттель в двух десятках позади, дальше у нас идет еще одна Феррари, Шарля Леклера, дальше у нас Макс Ферстаппен, Алекс Салман, Ника Хюлькенберг, Дэн Риккерде, Серхио Перес, Кевин Мазнес и Карл Саймс замыкают топ-десяточку. И те, кто одиннадцатый, а именно Ландом Эрис, у него сейчас огромное преимущество, потому что у всех, скорее всего, будет два пита, потому что они сортуют софта. А дальше все, наверное, возьмут медиум, а может даже тот и хард, и будут ехать на одном пите, и, возможно, будет более выигрышная стратегия. Тактика медиум-хард, но я почему-то думал, что я смогу приехать на медиум-софт, но, скажу спойлер, этого не получится. И пока что я немного сливаю топливо и отправляюсь уже в гонку, и это будет интересно. Гарсон не стартует Гран-при, Монако стартую я достаточно плохо, но это даже хорошо. Никуда пока что не попадаю, но оттормаживаюсь вместе с Робертом Кубицей, который на медиуме, но у нас также во втором десятке еще и строго-софте. Пока что едем в боковок с Кубицей, и мне видно, что не хватает максималки, но все-таки в поворотах я буду немного получше, и пока что прохожу Кубицу. Передо мной Джордж, Рассел и Лэнстрол. По внешней траектории я прохожу Рассела пока что. Даже пробовал на Стролы как-то залезть, но этого не получается. Не решил залезть в шпильку, просто почти остановились мы все, и я уже вышел в позицию под номером 18. А, как обычно, позади у нас желтый флаг в шпильке, Боттус уже сразу же начинает отрываться. Тима Стрель отрывается от Рэдбула, потому что Шартлиглер поиграл позицию Максу Ферстаппену. Но пока что мы продолжаем первый круг, и повтора пока что не будет. Да, повтора вообще не будет, потому что я потом буду знать, что произошло. Ну, будет самое интересное, это в середине ролика, надеюсь, никто сейчас не будет перематывать. Так вот, поехали дальше. И я уже очень близко к Стрелу, но дело в том, что особенность Монако в том, что ты можешь ехать хоть в тысячный позади него. Но обогнать у тебя тут, по факту, одно место, это после тоннеля. И вот это вот место в этой Ф1 именно очень хорошо для обгонов, потому что вы видели, как я прошел Лэнса Строла, и мне реально понравилось там обгонять. Просто подрубаешь третий режим, ты выходишь лучше них, проходишь лучше эту С-ку маленькую, и все, обгоняешь их и выходишь на одну позицию выше. Дальше у нас также Джовинаци, он отлетает уже после тоннеля, и у меня была гипермаксималка, и топливо почему-то на этом этапе очень быстро сжиралось. Джовинаци получилось не очень красиво, потому что он мне не оставил места, я его немного подтолкнул, из-за этого он влетел в стену, мне пришлось резать, но все-таки я его прошел, он заехал на пит, и у него гонка испорчена. Дальше очень чистый и красивый обгон на Грожана, без кавычек, реально красивенько его прошел. Ну, в Монако без дайбомбов невозможно, так что те, кто пишут, что ой, я дамбомбер, как бы это Монако, все. И вообще, это моя карьера, что хочу, то и делаю, и это вообще чемпионат, а не карьера. Дальше у нас Даниил Квят, пытаюсь его пока что пройти в первом повороте, но это не очень-то и хорошо получается. Мы на подъеме едем бок о бок, подрубил все, что можно, но у меня не получается его пройти. По мнению, что траектории не вариант, тут у меня внутреннее, ехали мы очень медленно, что отстали от Гасли уже, оттормаживаюсь дальше, и все-таки выхожу вперед, потому что меня просто пропускает. Вышел уже на 14-ю строчку, передо мной Пьер Гасли, и вообще тут очень-очень большая группа. Дальше у нас сходит Алекс, Албан, и это плюс одна позиция для меня. Рэдбулл сходит, а значит, все поднимаются на позицию выше, кто ехал позади него. Логично? Логично. Вон он, я там объезжаю его еле-еле, и я уже позади Пьера Гасли. Как я и говорил, в этом месте очень хорошо обгонять. Пришлось даже немного скинуть газ, чтобы не упереться в него, и вот я и легко его прошел. Албан припарковался, ну, перед Шпилькой, и там сейчас желтый флаг обгонять нельзя. Дальше у нас Ланта Норрис, он на медиуме тоже. Он тоже отлетает в этом же повороте, и я уже выхожу на позицию под номером 11, и это только 11-й круг. И, возможно, я смогу поворотиться за подиум. Да, не за победу, а за подиум, потому что за победу поворотиться будет уже невозможно, потому что Ботас именно сейчас останавливается на пит-стопе. И он, скорее всего, выйдет, да, немного позади меня, но у них уже будет сделан один пит-стоп, и, скорее всего, я не смогу поддерживать высокий темп на харде, и все будет у меня очень плохо. Заезжают все, кто были на софте на пит, и я уже выхожу на позицию под номером 3, потому что Вальтер Ботас выезжает все-таки позади меня, а еще и позади Кими Райканина, и это для них дополнительный трафик. Но дело в том, что когда я ехал дальше на 13-м круге, начинал 14-й круг, я типа вышел на первую позицию, но произошел маленький казус в том, что я решил немного поправить графику, потому что меня задолбали какие-то странные провисания и просадки. Снизил немного сглаживания, игра мне написала, что она не отвечает, добился я того, что она ответила мне, начал, не сохранившись, я начал дальше уменьшать графику. Снизил графику, значит, такой, типа, выхожу отсюда, а у меня игра... Да, игра у меня снова решила творить какую-то дичь, и опять она не отвечает. Ну, тут отвечает не только игра, но еще и Nvidia Share. Да, nice. Вы видите, что я до последнего пытался спасти игру. До последнего. Но потом у меня вылится гадампер. Браво, игра! Браво, кодмастер! Спасибо за неломаную игру. Из-за этого мы начинаем гонку сначала! Давайте, тактика, Medium Heart! Сливаем топливо и отправляемся стартовать. Nice! Просто офигеваю. Передо мной уже Рассел с кубицей. И, по крайней мере, да, два Вильямса стартуют на комплекте Харда. Снова поехали в гонку, стартуем. И у меня так горело, что я, во-первых, стартовал достаточно хорошо. Я еще и решил, что нафиг все это по второму кругу делать, я лучше задай в Бомблю. Задай в Бомблю, вышел на 13-ю позицию, такой, типа, ну нафиг вас всех, и все. И у меня тогда так подгорало, потому что, ну, блин, я проехал 14 кругов. Ладно, 13 кругов в Монако, и, ну, у меня крашется игра. Nice! Впереди идет борьба. Я обгодняю Ким Райка, меня чуть ли не обогнал еще и Сайнца. Из-за этого, из-за того, что мы едем бок о бок Сайнца, он зачем-то решил атаковать Норриса. Из-за этого Норрис не смог довернуть и сломал тебе крыло. Просто идеальная командная тактика от Макларда, потому что Сайнц, мало того, что и на софте, он убил, по факту, гонку своего напарника, который мог бы заехать в высокие очки. Ну, как бы, ладно, едем, едем в свою гонку. Ладно, все сначала, первой половины ролика не было, я мог бы ее не вставлять, но это было бы не очень красиво, потому что вы бы видели, как я дай в Бомблю и сказали, эээ, ты че офигел, эээ, обгоняй чисто. А я, типа, показал, вот как я чисто обгонял, и я больше не мог терпеть то, как мне надо было по второму кругу также чисто обгонять. Прошел также Норриса, уже на первом круге 11-я позиция, всех послал к черте, и поехал дальше в свою гонку. И дальше вставок именно будет очень мало, потому что там будет только самое важное. Потому что и так ролик получился 20 минут. Вот это, мне кажется, много, тем более у меня, эээ, рендерится, это будет, наверное, часа два. Вот я отвечаю. Повтор старта, да, и, типа, бота сохраняет лидерство, и, наконец-то, кстати, у нас есть повтор старта. И позади начинается борьба между двух Феррари. И вместо того, чтобы Ферстаппин прошел Леклера, теперь Леклер проходит Феттале. И Леклер начинает опережать своего напарника, а напомню, что Фетталь самый главный мой соперник в личном зачете. Потому что 3 очка всего лишь между нами, а, скорее всего, после этой гонки он выйдет вперед. Потому что я не смогу победить и не смогу приехать впереди него. Хотя, не факт, может, он и сойдет. Но, ладно, дальше третий круг, Сайенс снова отлетает там же, где и Норрис. Потому что, опять-таки, у меня все еще бомбит, у меня бомбит до конца гонки. Поэтому я вообще очень резок. И поэтому футболы получаются у меня очень-то и качественные. Шестой круг догнал огромнейшую группу. Прошел Переса, поехал себе дальше. Переса выжил просто, вынутил его срезать. И это получилось у меня очень красиво. Но, опять-таки, я могу себя оправдать. Дальше у нас с Магнусом. Там же, где и Перес. Восьмой круг. И, как бы, мне кажется, почти все обвоны произошли именно тут, в бассейне. Это просто найс. И прошел Магнусом. И всегда, когда я их здесь проходил, они немного отставали от меня. Дальше у нас отличнейший, замечательнейший обвон на Никахюльке Мерка. Без сарказма. Потому что, посмотрите, как тут идеально сработано. Какой классный дайвбомб. Я от этого тащусь просто. Как же, в миллиметрах от стены я и проехал. И вот повтор с камеры Ника. И, да, он срезал. Он тут невозможно приехать бок о бок чисто. Поэтому все в пределах правил. Даже на стройных срезках, мне кажется, не дали бы штраф. Дальше у нас сошел по скриптам. Албан. Как бы скрипты работают. Проносится Денрикерд. И проношусь. Вот он, я позади. И уже на одиннадцатом круге. Ну, на следующем круге у них, по идее, будет пидстоп. И я его догнал. И там же, где Ника Хюлькенберга, я его прошел таким же дайвбомбом. Только с более большим преимуществом. Даже не полностью срезала шикану с такой блокировкой. Да, я молодец. И перед нами уже лидирующая группа. Которая состоит из четырех валидах. Вальтер Бокс заезжает первый на пид. Вместе с Себастьям, Петром и Максом Херстаппиным. Я выхожу на вторую позицию. И они выезжают. Да, они выезжают. Не позади меня, между ними и Ника Хюлькенберг. Но он слишком далеко, чтобы составить им праффер. Тем более, Халк скоро зайдет на пид. И дальше я выхожу уже в лидеры этапа. Все переходят на мейтун. Я такой думаю, хм, а если они все-таки попробуют дотянуть до конца гонки? Да не, бред какой-то. Не могут ли, не могут ли они, не могут. Да, не может ли кто-то из них дотянуть на медиум. Потому что он должен сдохнуть просто. Потому что, ну, это нереально проехать столько на медиум. Если у меня за 15 кругов медиум в хлам ушатался. Да, можете сказать, что я там обгонял, ехал подади кого-то. Ну, у них тоже была плотная борьба. Только Ботас, наверное, хорошо сохранил себя резину. И вообще... Ладно, посмотрим. Мне кажется, что кто-то из них точно на одном пите. И у меня от этого сгорит. Потому что я рассчитывала на то, что у них два пита. Ну, как бы ладно. А дальше меня подводит Вальтери Ботас. Он лидерил на этом этапе, не давал от себя Тяну Феттелю выйти в лидеры. И он сходит! Вальтери! Где Джеймс? Ты должен был сдерживать всех, пока я не подъеду. Но... Спасибо большое. И тем более он еще не паркуется там, где Албан, в первой гонке, можно так сказать. Он едет дальше. Он едет в шпильку. Он меня сейчас будет замедлять. И это просто браво ему, браво Джеймсу, браво Вальтери. Спасибо. И он вот тут меня замедлил, потому что не по оптимальной траектории проходил. Думал, сейчас убьюсь, но все-таки не убился, но потерял где-то секунду. Дальше я даже поставил лучший круг. Но на этом, можно сказать, все мои совершения закончились. Потому что следующее мы переносимся уже на 38-й круг. Я Леклера догнал на 34-м. Но вот эти вот 5 кругов я тупо ехал позади него. И не мог ничего с ним сделать. Где я обгонял медленных соперников. Он тут едет быстро, и я не могу его обогнать. И только на старт финишный прямой, с хорошим выходом, уже топливо, которое уходит в минус, по внешней траектории я смог с ним расправиться. И то еле-еле, и как бы я мог бы даже на подиум не заехать. И, как я и говорил, они тянут этот медиум до финиша. И прям очень странно. Дальше Леклер вообще решил меня атаковать до бассейна. Мы ехали тут буквок, даже светл. Тут поворот, чтобы нам тупо не убиться. Но все-таки я сохраню подиум, слава богу. Но дело в том, что у нас выигрывает фет. И тут должен был победить Ботас. А вообще я, потому что у меня один пид, у них должно было быть два. Либо игра сломалась после второго перезапуска. Либо у меня нет слов. Либо они меня просто надурили. Потому что я тоже тогда мог бы приехать в софт-медиум, но... Да, как бы мог, но не стал. Все равно у меня лучший круг. 9 очков у меня отыгрывает Ветель, и он будет лидировать с преимуществом 6 очков. Молодец, Себастьян. Классно. И вообще... Ладно, короче. Не буду снова англится на игру. Недавно я это проехал. Проехал еще в Канаду. Канада будет интересной в следующую субботу. Причем мне сейчас 13.21 в субботу. И это видео должно выйти через 3,5 часа. И мне кажется, оно даже зарендерится не успеет. Да. Вот. Мне кажется, оно реально не успеет зарендериться. И я его выпущу где-то в 8 вечера. Короче, ладно. Не об этом у нас сейчас. У нас подиум из представителей всех топ-3 команд. Фетель, Ферстаппен и Хэмилтон. Вообще, в реальной жизни у нас тут был Хэмилтон первый. Потом у нас был Фетель. И потом только Ботос. Потому что Ферстаппена ввели с подиума. И для него это было, конечно, печально. Но по результатам гонки у нас вообще доехало только 4 из топов. 4 болида из топов. Потому что остальные сошли. Логично. Дальше у нас Дэн Рикерда, Кевин Макбусон, Микахюк Киммера Квасель Херперис, Киммер Айканин и Карл Сайдин замыкает топ-10. У нас есть прорывы на несколько позиций вверх. Потому что сошло 2 лидер... 2 лидерующих болида, извиняюсь. Кстати, у нас вот после патча, вы видели вот это вот зависание? Вот это вот большое окно, не отвечает, которого не было. Но у меня оно было, а оно не записалось. У меня тут без белого экрана вылезло F1.019. Не отвечает. Там такая полосочка была зелененькая, знаете. И я все-таки оживил игру. И у меня это вот... Каждая плашка, которую я переключаю, у меня всегда что-то происходит. Она всегда зависает. Иногда вылезает F1.019, не отвечает. Иногда нет. Чаще всего нет, но все-таки ладно. Зачем-то у меня тут повтор включен. Не знаю зачем. В турнире таблицы я, кстати, теряю лидерство, как я и говорил. 6 очков Феттель в лидерах чемпионата пока что. Как бы, мне это очень сильно напоминает 2018 год, но мне кажется, это не очень-то реалистично. Потому что какого в 2019 году Феррари лидирует? Это вообще как? Как бы ладно. Ландон Решман стеряет позицию. До седьмого опускается. Магнусен с Хюркенбергом проходят и Райкина, и Газли. Дэн Рикерда набирает очень много очков. Проходит просто с 19 на 14 позицию. И вот Дэн реально провел хорошую гонку. Боролся со мной. И, короче, Дэн у нас молодец. Но мы с ними, скорее всего, больше бороться не будем. Только если, когда я буду их проезжать мимо. И, скорее всего, в следующий раз я с ними буду бороться вплотную где-то в Венгрии. Потом у нас будет Сингапур, где тоже не очень-то классно обгонять. И потом у нас будет Абудаби. Последний этап. Но, надеюсь, к тому моменту я уже стану чемпионом. В Кубе и Конструкторов Феррари вообще очень много у нас отыгрывают. Было в районе 35 очков. У нас преимущество стало 14. Просто 20 очков никуда. Потому что Ботас... Ботас, да. Ботас у нас молодец. Сошел. Красавчик. Подставил команду. И у нас также еще Рено проходит Торо Росса. Выходит на шестую строчку. И Хас проходит Альфа Ромео. Выходит на позицию под номером 8. В принципе, сейчас все выглядит достаточно реалистично. Как и в реальной жизни было. Только надо Рейсингпоинс Рено поменять местами. И тогда будет вообще классно. И... А, да. Еще... Короче, не все реалистично. У нас только топ-3 пока что выглядит достаточно классно. Ну, а на этом у меня уже все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока.